все отлично можно начинать здравствуйте дорогие друзья дорогие зрители рад вас приветствовать меня зовут сергей голубев я являюсь основателем тур менеджером гида компании вместе мы организовали с друзьями когда начали путешествовать сами после этого пришли скажем так нашей такой посредственной коммерческой деятельности в этом плане мы практикуем походы по россии в основном есть большие планы на освоение снг за рубежей и и так далее но в этом году мы продолжим осваивать и узнавать россию показывать ее нашим нашим участникам кто с нами ходит походы вот у нас краткая план нашей сегодня лекции расскажу еще не больше чуть о себе коротко о регионе и логистики конкретно про крым и сегодня будем говорить про его про один из лучших маршрутов на наш взгляд ну и он довольно таки многими профессиональными путешественниками турист считается одним из самых интересных и красивых поговорим про особенности маршрута мы назвали у горы море три каньона про время года и погоду когда лучше идти какие есть нюансы погоды климата в разное время года плюсы и минусы маршрута этого я вам расскажу минусы тоже есть к сожалению расскажем отдельно про кемпинг на побережье не все любят ходить долго с рюкзаком наверное поэтому у нас будет отдельно про кемпинг на море отдых дикарем так называемый вот и большой пункт который мы активно осваиваем сейчас это направление это каякинг каякинг в крыму это просто незабываемое удовольствие которое не похоже на выживание да как мурманск каякинг это очень такой интересный и полезный и созерцательный вид отдыха еще очень безопасный вот и в конце лекции мы обсудим конечно снаряжение какое вам понадобится для этого приключения для путешествия возможно что-нибудь нам дадут из продукции ребята посмотреть и мы это более подробно разберем ну вот собственно как бы наш логотип наш бренд историю вам кратко рассказал мы с друзьями путешествовали сами потом начали начали к нам подходить ребята говорят можно с вами мы говорим конечно в общем круг это сообщество наше разрослось и мы осуществляем теперь коммерческую деятельность наш клуб неофициальный мы не занимаемся спортивным туризмом спортивные походы ходят только по желанию как бы руководитель наши гиды наши не ходят по желанию мы занимаемся таким рекреационно эстетическим туризмом созерцательным можно сказать вот поэтому мы очень активно приглашаем себе новичков учим их обучаем каким-то хитростям туристического дела каким-то лайфхаком чтобы и пропагандируем самостоятельный вид туризма потому что все-таки туризм это большие приключения когда я буду за ручку постоянно водить приключения не будет поэтому мы вот пропагандируем чтобы люди через нас научились это правильно делать географии наших путешествий север россии кольский каяки в карелии мы каждый год выезжаем обязательную осенью практически все регионы кавказа кроме восточного алтай камчатка вот на урал еще не ездили но это тоже нас планах цели план на будущее это стараться выезжать странные снг ходить большие горы набирать больше желающих собой и показывать им и делать туризм более популярным и доступным мы это делаем с новым посредством контента ведем активные соцсети и радикально пропагандируем этот вид отдыха давайте разберем как добраться на полуостров географически он находится у нас на северо-западе на юго-западе россии прошу прощения добраться можно тремя способами это самолет автомобиль и поезд таврия ну и можно по морю это более экзотичный вид транспорта забегая чуть вперед такой спойлер небольшой вам скажу то что пройдя маршрута который мы будем дальше говорить который является наш взгляд лучшим вы практически можете задействовать все эти все виды передвижения что делать маршрут еще ярче и насыщенней вот собственно участок такой где мы преодолевали участок часть пути по морю выход из балаклавской бухты но об этом позже особенности маршрута горы наши вот это горы море три каньоны разберем сначала план по дням препятствия какое топлива используете его брать очень интересный вопрос крыму наверное если вы знаете про воду то есть это очень деликатный момент особенно ввиду последних событий дикие животные какие-то могут вам повстречаться необходимые документы пропуска и естественно навигация что поможет вам как бы там не потеряться не заблудиться что в принципе тяжело в крыму сделать но в этом позже итак давайте рассмотрим день 1 мы начинаем этот маршрут можно начать его с двух сторон да мы можем начать либо из балаклавы и потихоньку идти в сторону ялты либо наоборот из ялты пойти в сторону балаклавы этот этот вариант отличный и это очень большой плюс этого маршрута потому что вы можете вы можете его под себя модифицировать исходя из погоды ваших каких-то ну факторов прилета например да вам быстрее начать из ялты если вы приехали раньше чем ехать допустим балаклаву вот такой момент мы начинаем маршрут этот обычно из ялты если позволяет погода физическая физическая подготовка участников его можно начать с и старактажской тропы это очень крутой подъем набор примерно 900 там с копейками почти километр не все участники не буду скрывать этом как бы этому рады вот поэтому мы последнее время начинаем наш маршрут а если ребята в основном новички с нами идут мы начинаем его из большого крымского каньона добраться из аэропорта симферополя туда примерно около полтора часа полтора часа и немножко пройти два километра вы окажетесь вот такого маленького водопада который называется серебряные струи на карте это все есть и позже скажу какие карты использовать вот и возле него неподалеку есть множество классных стоянок где можно жечь костры потому что мучили там рядом вода довольно сыра то есть огонь не будет распространяться но тем не менее нужно быть с этим аккуратно разводить пожалуйста костры строго отведенных местах и на соблюдайте правила пожарной безопасности значит когда мы при поставили лагерь это что позволяет сделать у вас есть такой день бусто скажем тогда вы можете приехать дождаться пока все соберутся там если кого-то еще ждете либо просто там ну отдохнуть после дороги чтобы не сразу самолета с поезда выходили на маршрут а могли отдохнуть и это место очень удачно это плавно потому что можно прогуляться на легке скажем так размять свои нижние конечности лапки свои чтобы они у вас быстро не закончились не стерлись сходить на легке в радиалки радиалки очень интересны например радиалка большой крымский каньон это такая довольно таки популярная туристичка довольно таки популярная туристическая достопримечательность там есть кафе есть такая развитая инфраструктура перед раздевалки мостики вот такой очень как бы цивилизованный обустроенный объект охраняемой природы в конце радиалки по большому крымскую каньону ну что такое радиалка наверное знаете да выход на легке это выход на легке без рюкзаков куда у вас лагерь стоит уже стоит палатка вы оставляете все там и на легке взял с собой там камеру бутерброды и допустим бутылку воды идете гулять по окрестностям вот ванна молодости в конце ради вот этого в конце каньона будет ванна молодости и что такое ванна молодости сейчас я вам покажу вот собственно виды допустим большого крымского каньона видите он отлично выглядит и в солнечную погоду и в погоду такую дождливую продают даже такой небольшой мистичности этому месту замечательному поэтому очень рекомендую туда сходить вы сходите по-любому вот вот такие места там есть это не какое-то место куда мы шли это просто мы проходили обычное местечко то есть понимаете да все эстетический вот этот кайф когда вы гуляете там то есть такой ресурс большой очень большой потенциал в этого места гуляя просто вы будете там созерцать и фотографировать каждый камень особенно учитывая то что это будет первое что вы видите по самолета телефон из рук обычно ребят как бы никуда не уходит постоянно щелкают камеры вот это наша любимая стоянка это неподалеку от водопада серверной струи называется озеро юсуповская очень интересная ой пруд пруд юсуповский простите очень интересная есть история про этот пруд вот тут недалеко вот слева там от карты есть пещера желтая из нее вытекает собственно вот это ну вытекает поток воды который образует такую сделали вода вот сделали водозабор который образует такой пруд в этой пещере во время второй мировой войны находился партизанский госпиталь вообще кто любит историю второй мировой войны историю в крыму очень много памятников тех времен и других культур крым это наверное такой один из самых самых часто завоевываемых передаваемых друг другу не то что национальностями а целые цивилизации там проживали около 19 их там штук но мы тоже об этом сейчас расскажем в общем когда-то граф юсупов поспорил с каким-то норвежским по моему вельможей или шведским норвежским каким-то вот оттуда с севера то что у нас на руси так развита рыбное хозяйство что мы можем в крыму выращивать норвежскую форель ну вот и он сделал как бы такую запруду форель какое-то время там пожила действительно доказали это но как бы и супов ушел памятник про достался очень красиво колоритное место но после июньского потопа карта подземных вод очень сильно изменилась корму собственно вот момент про воду и когда мы пришли осенью туда я привел ребят в ожидании красивых видов мы прошу прощения мы увидели вот такую картину вот разочарование было много потому что вокруг этого озера еще образовывались такие ванны наподобие вот этих эти ванны все были пустые с заброшены листьями это вот были собственно последствия того потопа это сама ванна молодость куда все идут это конечная точка конечная точка маршрута по большому крымскому каньону она образуется таким образом что тут на дне падает камушек откуда-нибудь сверху и вода вот так его мелит 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 камушек потихоньку как как абразив начинает углублять такую делать себе воронку нишку вот это конкретно ванна 3 метра ну там естественно много баек истории что окунешься будешь молодым но нырнуть нее это стоит в жаркий летний день это очень большое удовольствие также здесь есть небольшой ларек где ребята продают на мой взгляд очень необычное блюдо и мы когда попробовали были в полном восторге это ребят фруктовая самца это вот прям вообще рекомендацион полный переночевали поужинали все как обычно и вот у нас собственно начинается первый ходовой день первый ходовой день мы стартуем в каньон реки узунжа сегодня у нас ну представьте себе что мы там сейчас да сегодня у нас будет переход по лесу основу это лесная такая история я уверен что если вы скорее всего все были в лесу в лесах разных да там и в лесных и хвойных у нас подмосковье тут еще где-то видели что такое лес значит красиво но там леса просто волшебные это большие горные леса с высоченными буквами такими зарослями лес очень чистый там нету травы только торчат таки белые стволы буков выглядят потрясающе каменный поворот что такое каменный поворот сейчас я вам покажу чайный домик в чайный домик это такое урочище на что такое урочище такое забавное слово урочище это какое-то отличительные на фоне однообразной местности отличительная форма рельефа там скала может быть опушка леса это называется урочище у туристов отмечается на картах чтобы было как-то можно было различить на фоне общего рельефа нужную вам точку в общем чайный домик построили для екатерины там екатерина ни разу не приехал вот начали там селиться охотники его выкупали много раз продавали домик там не осталось там просто какие-то хозпостройки есть через который будет проходить но это такая место интересная потому что там расходится много пещер находится в том числе и партизанская пещера где была большая трагедия там расстреляли много партизан там есть табличка мемориал стоит как бы это можете почитать вот собственно урочище каменный поворот сейчас мы поймем о чем я говорю то есть вы выходите из леса и перед вами открывается такая панорама это очень большой контраст потому что вы знаете идете по тени леса такой свежий такой сырой воздух и тут вы выходите на такое палящее солнце где такой простор гор выглядит очень будоражащий собственно вот этот лес ребят очень красивый лес повсюду слышны звуки животных кто-то бегает ходит не нужно их бояться это все травоядные преимущественно животные ну кто боится иногда можете взять с собой свисток повесить на грудную стяжку либо но в некоторых рюкзаках даже ребята знаю есть уже свистки там иногда если кто переживает можно посвистывать вот мы попали в такую ситуацию интересного я как бы сколько раз был в горах ни разу не был в крыму поздней осенью и оказывается там у оленей гон они орут так страшно что и никто не понимал что это никто это не видел но потом только мы выяснили когда уже пришли когда уже пришли в лагерь когда появился интернет мы узнали что это олень был короче не бойтесь это просто олень кто-то орет там как резанный вот значит проходите вы через этот лес опять выходите на такую огромную цветущую дикими яблонями и грушами плата в горах такой небольшой плата называется она малый бабу бабулган малый бабулган да если пойдете весной вы увидите весной в начале июля увидите цветущие такие вот сады раньше во времена когда там крым приходил туда-сюда тут были охотничьи большие пастбища почему браконьерские не пастбища это называется ситка с не ошибаюсь у охотников такие собранные вышки откуда и откуда приманивали животных их убивали кстати слову когда допустим после после 2014 года очень стало следить лесничество сильно за браконьерами очень стала проверять пропуска у вас какие у вас если у вас там регистрация на выход на маршрут это тоже очень важно в конце про это расскажем и из-за этого популяция животных очень выросла и это круто когда вы можете утром увидеть какой-то палатки проходит там косули свои белый с белым хвостиком там или где-то кабаны там пробегать перед дорогой ничего не от боятся они вас больше чем боятся чем вы но увидеть животное в живую я считаю это круче много чем в какой-нибудь зоопарке там в клетке тем более в таком красивом месте как крым вот пройдя это урочи мы выходим на такую такую антропогенное такое местечко это будет заброшенной метеостанции честно жутковое это место на самом деле но если отбросить все предрассудки и узнаю информацию от меня вы не будешь ничего бояться потому что там выглядит очень криповень к тактом разбросаны метеоприборы стоят всякие которые скрипят ночью по такой покатившийся забор расстреляны из ружья знаки и и собственно вот такая вот такая сеть построек тоже обветшал их но могу сказать защиту когда сильная непогода здесь застанет или вы идете маршрут этот зимой или в какие-то сильные грозы здесь можно переночевать здесь камин где можно повесить там гамаки либо поставить как-то палатку внутри дома и там переночевать непогоду почему мы проходим это страшное место да как бы потому что здесь в этом вот районе во всем да где мы идем сейчас карту посмотрим дальше тут единственный источник нормальный источник с водой где можете пополнить он довольно таки такой проточный хороший вы можете пополнить запас воды и при желании даже там устроить баньку небольшую помыться вот собственно такая территория большая тут есть посередине красивый большой дуб и вот возле него обычно ребята стоят здесь оборудованная стоянка есть с беседкой с беседкой с костричем куча дров вокруг то есть аккуратненько пожечь костер можно аккуратненько и главное следите за пожарной безопасностью каньон реки узунжа пройдя этот участок мы попадаем начинаем ходить каньон реки узунжа он делится на два на два участка таких интересных это такой сухой ручей пересохший и собственно сам каньон реки он более большой вот этот сухой ручей там придется ребят поскакать прям конкретно потому что постоянные подъемы перепады высот в метр в два если посмотреть на графике на карте он будет выглядеть ну не плавный набор выглядит как расческа так будет выглядеть то есть вам постоянно приходится лазить и очень большая ошибка особенно ребята уже ходил в горы большая ошибка они видят нужно пройти пять километров они думают сейчас пройду они не учитывают тот факт что такой рельеф создает очень позади этом очень медленно двигаться очень медленно двигаться потому что вы постоянно перелазить и бывают места где нужно снять рюкзак поставить его самому залезть дать руку помочь там девочки мальчику еще кому-то ребенку это довольно таки такой продолжительный но интересный вид деятельности называется это скрэмблинг сейчас мы поговорим про это дальше такая вот интересная скала есть туда же стоянки есть можно здесь пообедать там в одном месте углубление идет около трех метров можно спрятаться от тени но почему все боятся думаю что сейчас именно сейчас все обрушится и вот и сидят едят на солнце они реки узунжа значительно отличается от всех каньонов вообще забегая вперед скажу что все три каньона которые будете проходить они все абсолютно разные вот этот больше похож на какой-то такой нам напоминал марс космос потому что камни все гладкие очень то есть даже если приходится лазить тоже зацепиться бывает не за что камни обточены водой настолько сильно и замыты известью что образуют очень пологие гладкие формы такое есть красивое фото место вот собственно это углубление в земле и вот вход уже в сам каньон мы то есть проходим часть этого ручья сауп-де-ре она называется и попадаем каньон сам каньон узунжа вообще каньон это очень крутая тема для маршрута потому что во первых там всегда есть вода всегда есть хорошая чистая вода и ванны где можно искупаться в крыму это очень большая проблема наверняка кто был в крыму кто не был в крыму до до этого были данные представляете да 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 что в крыму это большая проблема но двигаясь по каньонам всегда непрерывно вы всегда обеспечены водой и если идет речь даже вот мы ходили в конце мая очень жарко было то есть на побережье было около 28 градусов там была приятная температура для трекинга то есть в районе в районе 20 20 18 градусов наверное вот так вот соответственно места под палатки везде есть но имейте ввиду то есть если вы идете большими группами вряд ли он получит стать на одном месте скорее всего это будет такой разбросанной по местности собственно поэтому мы как вот наша организация всегда собирать небольшие группы это то есть до восьми человек это с двумя гидами до 8 человек чтобы вот у вас была возможность в более уютном месте расположить свой лагерь нежели чем на общих полянах куда приезжают местные на машинах там с водкой там с рыбой то начинается до мраковесия поэтому имейте это виду в общем еще до небольшой момент в каньоне ночью может быть сыра поэтому если вы увидите в описании то что мы даже летом рекомендуем брать там какую-то легкую жилеточку или плотную флисовую куртку не как бы не игнорируйте это возьмите с собой обязательно не буду такой случай неприятно один раз к 1 маршрут сходил я решил пройти его как в режиме fast in line то есть налегке и отстегнул даже отдал другу штанины отдал кофту у меня была футболка и рубашка все и шорты мы прошли его там стали в каньоне дубак был страшный там было 36 это был июль месяц там было 36 почти на побережье очень жарко у нас было около 15-12 градусов было не очень хорошо ну что решил проигнорировать сам свои же списки вот собственно карта здесь у нас сюда пусть более-менее такой пологий подъемчик но если его как бы разбить видно что такие там будут зазубринки отсюда мы начали маршрут вот сюда у нас привезут на машине довезут отсюда мы начинаем маршрут вот мы тут первый день постояли здесь погуляли сюда погуляли сюда погуляли сюда погуляли тут кафе есть вкусное с национальной кухней очень вкусная и вот у нас собственно начинается маршрут здесь находится чайный домик где вот пещера где расстреляли партизан вот тут находится вот это вот страшная метеостанция там стоит памятник леснику он там заблудил немцев и дал партизанам уйти цену собственной жизни поэтому там большой ему обелиск стоит небольшой такой для лесника думаю большой и вот собственно стоянка в ущелье узунжа вот река узунжа наименная она мы через ущелья попадаем в байдарскую долину байдарская долина очень интересное место это такая большая долина по центру которой находится чернореченское водохранилище и вокруг нее располагаются населенные пункты вот так же вокруг нее курсирует по дороге множество автобусов туристов они часто берут даже собой бесплатно то есть если там вызвать жалость то можно могут вызвать могут вас отвезти бесплатно вход в чернореческий каньон а нет переход в родниковое да мы переходим в родниковое и по такой вот дороге дорога причем отмечена как тропа но понизит машины ну машины как бы как правильно сказать водители воспитанные вежливые они сюда пропускают вас то есть там издалека сигналят аккуратненько как-то обозначают то что они едут там не гоняют тропать такая считается как для нескандинской ходьбы очень много женщин ходят с палочками бабули ходят с палочками много популярная она ведет к селу колхозному там можно взять лошадь покататься там из глэмпинги занимаются ребята йога всякие ретри центры вот им модные с модные ныне такие организации прочее вот наша стоянка вот мы прошли до колхозного и вот по этой дороге которая сейчас была на видео мы выходим на автостанцию родниковое это самый народ такой вот участок маршрута многие не любят выходить до цивилизацию когда посещают посещают такие природные места но интересно тоже место во первых здесь можно по затариться едой это очень важно когда можно затариться на маршруте промежуточной едой потому что вам до этого не нужно тащить все на себе постоянно 10 дней вот то есть ваши рюкзаки будет намного легче можно закупиться свежей едой овощи фрукты летом всегда этого хочется особенно в походе и на автобусе тут мы садимся на автобус и по кольцу примерно минут 20 с шикарным видом проезжаем до проезжаем до такого поворота вот координаты вот если что и кому-то понадобится я всегда там под видео укажу главное не 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 потерять вот но водитель всегда знает может сказать что вы остановите возле истока реки черная как вы поняли это есть вход в чернореческий каньон если вы занимались если вы там посещали кафе там очень вкусные кафе есть мы в этом в этой бадарской долине покушали девочки бывают хотя там сходить в душ какие-то купите сувениров то если у вас день был разбит то есть растянут можно остановиться где-нибудь вот здесь здесь есть хорошие стоянки оборудованные секундочку хорошие оборудованные стоянки и уже дальше совершенными силами завтра начать штурмовать каньон дальше это выходить в него так день 4 мы за ничевали просыпаемся у нас прохождение каньона на это нам потребуется два дня тоже там идти всего 10 километров и свои первые разы я тоже был неприятно удивлен когда ты бежишь ну я считаю себя как бы хорошо физически развитым я пытаюсь успеть но не могу понимать что мой скорость моего движения доходит иногда до 0 8 0 9 километров в час то есть это очень маленько потому что вот так вот приходится приходится залазить слазить залазить слазить залазить слазить залазить слазить это очень утомительно но интересно то есть время прилетает незаметно и все круто собственно тут вы освоите такое интересное направление как скрэмлинг недавно замок слова думал ну по-русски это карабканье то есть да что такое скрэмлинг это передвижение вверх по пересеченной местности которые предусматривают использование рук это неоднозначный термин который находится посередине между пешеходным туризмом горным туризмом альпинизмом и простым скалазанием кроме того скрэмлинг часто встречается в каньонинге но не думайте что мы проходим если по каньону чем замен с каньонингом каньонингом это еще другая история по когда ребят в гидрокостюмах как плавки и так по нему плывут иногда залазит и там прыгают с водопадов в общем у нас мы просто идем по по берегу реки в каньоне скрэмлинг в чем главная идея скрэмлинга то есть вам нужно всегда держать три точки опоры если вы представляете одну руку нужно чтобы две ноги стояла одна рука на месте и соответственно оборот и если вы лезете вверх смотрите чтобы ваши товарищи внизу стояли чуть повода либо слева либо вправо от вас чтобы вы не завалились на них также с я очень рекомендую себя отстегивать был случай неприятный нужно отстегивать поясной ремень рюкзака потому что если вы начнете падать можно скинуть рюкзак так это не получится но случай ничего закончился просто пару саден все равно было как бы неприятно то что игнорировали такие простые требования безопасности и соответственно всегда убирать палки всегда убираете палки вообще при прохождении каньона не он практически не понадобится такие палки только там есть пару мест где есть броды но я всегда могу стать там по колено воду мне ничего не стоит и постраховать ребят допустим при прохождении так руками вот собственно примеры такие классические скрэмлинга в черновидском каньоне у таких мест очень много и это придает очень большой интерес прохождению как бы да вы постоянно что-то пролазить и думаете как поступить куда поставить ногу то есть это не просто монотонные там как набор высоты да как у нас бывает там предгорьях кавказа например когда вам нужно два дня или там на алтай когда вы два дня просто топаете куда-нибудь постепенно набирая там высоту уклон довольно таки сильный но повторюсь не страшно возможно камера делать чуть все страшновато здесь большой обрыв и есть там вода на дне но на самом деле при при правильном подходе признание вот этих при исполнении правил ну там определенных будет спокойно девочки у нас ноги они пера сути лет на себе и у них антами так полном приводе почти до ялта и шли потом мы прошли по есть отличное место где всем рекомендую остаться на но если позволяет время на день это в конце черновидического каньона есть место такое ну на карте написано стоянка с тарзанкой не знаю каково место правильно там стоянка алсу рядом это не так важно карты все я вам потом предоставлю здесь можно отдохнуть еще вышли полдня и самые полдня такие были самые самый наверное сложные для лазания и самые сложные морально для лаза не тот у ни разу не лазил на таких ну ни разу не проходил такие крутые участки тем будет очень тяжело морально то есть девочки постоянно там в страхе в небольшом но на самом деле если рядом есть опытный человек в роли гида или в роли там молодого человека который уже имел опыт такого лаза не скрэмблинга то это все легко решается тут здесь можно отдохнуть и вот тут такая вот фотография, да, такая прям зевнуть хочется. Очень круто в Крыму брать с собой гамак, особенно на этом маршруте, и класть его куда-нибудь в быстром доступе. Если умеете вязать пару нужных узелков, там пожарный называется, он, по-моему, правильно, то вы можете, у вас есть 5 минут, там перекур, попить водички, можешь повесить гамак, отдохнуть, спина отдыхает, ноги вверх задираются, отливает кровь, то есть это очень, очень такой продуктивный вид отдыха. И Тарзанка, это прям, наверное, фишка этого каньона, собственно, как цель такая, то есть многие хотят попробовать себя в этом. Тарзанка очень интересная, вообще, я в Крыму больше нигде не встречал их, потому что речик там горный, они очень маленькие, часто пересыхают. А тут такое место интересное, берет разворот река, река черная, берет разворот, вот в этом месте он так поворачивает сюда, и тут помимо такая скала есть красивая, откуда тоже можно нырять, есть вот такая Тарзанка. Мы ее сами местами наращиваем, потому что, ну, бывает, она изнашивается. С таким видом посидеть, там переливается лазурная вода, чистейшая, пить можно прямо из каньона, даже можно не кипятить, мы пили, все нормально, все, ноги на месте, как говорится. Ну, вот, собственно, сами наши прыжки. Тут часто можно встретить детские группы, они проходят, у них там, неподалеку есть лагерь, и они бывают проходят, вы можете их там встретить, они тоже поныряют с Тарзанкой, поздороваются с вами и уйдут, то есть абсолютно адекватные дети, туристы, другие. Это тут пятачок, где, видите, мест под палатки очень много, вдоль самой реки куча мест, то есть если даже вы не хотите стоять здесь на поляне, можно найти себе уединенное местечко, и там расположиться. Ну, тут все на палатках сушится, вот так у нас, как это называется. У водных туристов, по-моему, авария на звездолете, когда они все достают после переворота. У нас был такой день стирки, там, хозяйственный день, организовывали баню, день 6-7, переход до Морозовки, это откуда нас забирает трансфер, и переезд в Ласпи. Опять же, можно этот маршрут пройти, но, честно говоря, мы проходили, у него очень интересно. Мы заказываем трансфер, либо такси, такси будут стоить вам около 800 рублей, ну, если у вас там группа, это вообще ничего не стоит, как бы. Мы заказываем трансфер и везем ребят в Ласпи, турстоянка Ласпи. Она находится у побережья, там у нас дневка, дневка тоже очень интересная, потому что есть огромный выбор, куда можно сходить в радиалке. Собственно, вид на стоянке Ласпи, там шикарные закаты, шикарные рассветы, там все супер. Тут у вас вид на море, есть такой домик небольшой, где за определенную символическую плату можно сходить в летний душ, можно подставить, подзарядить телефоны. Тут вот одни люди в живых остались, какие-то бедняги, они тут живут без электричества, без света. Еще очень круто, что в Ласпи есть постоянный источник, если один не работает, рядом есть другой. То есть, опять же, мы постоянно, когда идем, каждый год в Крыму, думаем, господи, хоть бы была вода, хоть бы была вода, и постоянно приходишь, есть вода, все. Значит, ну, уже ничто тебе настроение не испортит. Вот, это, собственно, вид горы Ильяская, вот эта гора Ильяская. И вот на таком вот небольшом, на такой, как это называется, ну, наверное, не перевал, на таком большом седле, да, на седле, вот располагается храм Солнца. Это очень интересное место. Во-первых, с ним связано очень много эзотерических таких гипотез, там, рассказов. Знаете, я, ну, честно могу сказать, не особо как-то вот к этому всему склоне, но какая-то определенная там аура есть. Может быть, навеянная вот этими сказками, то заходишь и начинаешь это чувствовать, это такое плацебо небольшое, но что-то там в этом есть. Есть куча страшных историй, куча интересных историй, как люди там восстанавливали сломанный позвоночник, лечились от рака, как там находили, как это называется, я забыл, ННРБ, там были следы ННРБ, его очень сильно изучали, когда Крым был оккупирован. Гитлер очень большой вообще придавал значение взять у Крыма, потому что он считал это исконно готскими владениями, там жили готы давно очень, то есть это как бы современные немцы, и он хотел назвать, почему он бросил там все на юг большинство сил, хотел назвать Крым как бы Готландом, это должна была часть Великого Рейха, должна была быть. Поэтому за Крым велись большие, большие, жесточенные бои, ну, наверняка знаете, там Севастополь и очень много всего. И здесь находились следы, я, честно, не видел их, мне говорили местные гиды, возможно, они так внимание привлекают, но все равно байка как бы очень интересная. Так, вот тут неподалеку, мало кто знает, есть пещера, есть огромная пещера, куда тоже можно спуститься, будьте только аккуратны, ну, там жутко, честно говорю, я не знаю, почему там очень жутко, его называют обратным феноменом вот этого, это, кстати, правильно, нас понаучно называется скалы Тешлар, поэтому если увидите указатели, там нет такого храма солнца, написано скалы Тешлар туда. Здесь погулять вы можете почти весь день. Вот здесь, вот здесь, очень красивые видовые площадки, еще очень интересный момент, вот на этой фотографии видно, сейчас на видео тоже будет показано, воздушные массы с моря постоянно дуют сюда, и тут реально такое мистическое место, завеяное немножко облаками, иногда которое распогаживается, если присмотреться, как оно, в виде пятерни, как будто из земли торчат эти скалы, а вот этот камень называется алтарный у них, там они, ребята приходят, там какие-то жертвоприношения, рис, деньги, зажигалку, сигареты, кто на что гораст, в общем. Здесь погулять можно весь день практически, и очень круто, что как бы, да, вот это, ну, у кого есть квадрокоптер, вообще там кайфанет, там полетать, ну, просто волшебно, но забравшись наверх, вы увидите, ну, вот эта гора Илья-Ская, там стоит крест, как на любой русской горе, и с вершины Илья-Ская вы сможете видеть огромную панораму, вот эти виды сфотканы с горы, то есть это не с дрона, сфоткано, и, собственно, виды шикарные, очень советую посетить. Я застал вот такую, как раз, как я вам говорил, мистическую моментик, залез туда, ну, это фотка из дрона, вот видите, алтарный камень, вот этот перевал, откуда дует такая дымка, сумасшедший вообще такой был экспириенс, очень красивые виды, очень трудная была дорога туда, мне в этом позже расскажу. Это тоже стоянка Ласпи, там кипарисы растут, хвойный лес можжевеловый, здесь такие горы, знаете, такой карман получается воздушный, тут как бы пахнет хвой очень сильно, отсюда дует морской воздух, это все смешивается, и такое, можно впасть в какой-то катарсис, то есть очень запахи, прям каждый на вес золота. Большая огромная поляна, там место довольно популярное, но люди ведут себя очень культурно. Так, день 8, вот это, наверное, один из таких самых интересных дней, самых насыщенных, самых сложных, но, как и прочие дни, то есть за красивой картинкой, как бы ноги особо не устают, когда видят красивую картиночку. Что у нас предстоит? Ласпинский перевал. Это не самое сложное, что может быть, там небольшой у вас будет набор 200 метров, надо будет перейти дорогу, можете там опять же закупиться едой, там шикарная выпечка продается, шикарная, там есть очень красивая, выточенная в скале часовня, храм очень красивый, смотровая площадка и все вот эти вытекающие, красивые виды из нее. Дальше вы пройдете на гору Куш-Кая, сейчас мы все это рассмотрим, выйдем на мыс Айя, источник Аязьма, урочий инжир. Ничего не понятно, давайте будем разбираться. Куш-Кая. Это одна из самых больших гор, наверное, Крымской гряди, ну вот этой части Крыма, юго-западной. Шикарные виды с нее открываются, сзади лес дубовый, тут обрывистая практически стена, и вот такие вот видочки прикольные, где можно посидеть, отдохнуть. Мы тут вот с ребятами обедали и обсуждали, как дальше пойдем. Открываются постепенно у нас виды, такие, то есть можжевелый, смешанный лес сменяются с соснами, сосны Станкевич, если я не ошибаюсь, и называются. Это вот сосны с такими большими иголками, с очень причудливыми формами, красивыми. Они создают такой очень красивый рельеф, придают, очень красивый ландшафт создают, прошу прощения. Здесь мы можем увидеть, если мы ничего не можем увидеть, прошу прощения, я сейчас дальше увидел. Вот смотрите, то есть тропа проходит у вас вот здесь. Если вы выйдете утром с перевала Ласпи, идти нам 13 километров до нашей стоянки, то есть вы будете, получается, подходить как раз примерно к закату. И можно идти не спеша, не спеша, наслаждаться, чтобы вы уже к закату, потому что солнце садится будет вот здесь примерно. И скалы подсвечиваются, сосны подсвечиваются, море лазурное, красота неимоверная. Эту тропу также очень легко идти в небольшие, когда дождик идет, осадки. Тропа хорошо утоптана, она не глинистая, там нет сыпухи. То есть тропа очень комфортная для продвижения, но местами там есть, как мне называли участники, Форс Боярд они это называли, более правильно это называется, Виа Феррата, наверное. Там есть участки с прокинутой веревкой. Опять же, это все оборудовано. И в скалу вбиты такие большие армированные скобы, где вам придется это дело пролезть. Ну, это небольшие участки, там порядка 30 метров, наверное. Но они ответственные. То есть тоже адреналин, адреналин вы получите нормально по пути. И вот, собственно, идя, 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 вы оказываетесь, наверное, в одном из самых красивых мест в Крыму. Да, вообще в самых красивых мест, где я был. Было и много где. Урочище Инжир называется. Значит, мы еще к нему не спустились, мы только к нему подходим, фотка вот этого урочище Инжир. А дойдем мы сначала до источника, откуда начинается это урочище. Оно тут чуть повыше находится. Соответственно, живя здесь, здесь, а, прошу прощения, здесь мы заканчиваем наш маршрут. Ну, как заканчиваем? Заканчиваем его пешую часть и просто садим, отдыхаем, купаемся. Такое у нас становится именно рекреационное времяпрепровождение. У кого-то прокрастинация, там кто лежит в гамаке, кто-то продолжает гулять, там есть чем заняться, сейчас вам покажу. Кто-то просто отдыхает, как бы ничего не делает, там пьет винишко, разговаривает, общается, знакомится с людьми и так далее. Вот. И мы планы подошли к теме кемпинга на Инжире. То есть вы можете, даже не проходя вот этот весь маршрут, приехать с палаткой. Как туда приехать, я вам сейчас расскажу. Вот. Давайте сейчас разберем местность, инфраструктура, вода, развлечения, местные ребята, кто там живут, там есть местные жители, кто живут там постоянно. И, собственно, про логистику, как туда добраться. Вот такая вот райская бухта, и таких бухт там много. Практически, если не ошибаюсь, там 6 штук, то есть вот таких вот маленьких заводей, где люди купаются. Сразу нужно, наверное, упомянуть то, что вы можете там встретить нудистов, там это не запрещено. И, скорее всего, вы будете больше порицать, вас будут порицать, если вы будете как бы на них агрессировать. Потому что место такое свободное для посещения их. У них есть свой пляж там отдельно, он обозначен, но они могут свободно где-нибудь там на скале лечь. Если вы случайно на него выйдете, пожалуйста, не бойтесь и его не пугайте. Нет, нет. Это чуть-чуть рядом, да, только это ну, на каяке мы плыли 3 часа. Да, да, да. Вот. Собственно, вот так выглядит местность. Вот эти шикарные ели растут. Есть такие беседки, очень интересные. Их поставили 2 года назад. Это прикольно, потому что даже обычно режет, такой взгляд режет какие-то созданные цивилизации места. Но там они очень актуальны, очень местные. У них зеленые крыши, они из дерева. Там очень круто собраться с друзьями вечером или покушать в нормальной позе, там не на коленках, как вы привыкли в походе в основном. И можно посидеть, остаться от дождя, поиграть в какие-то настольные игры, поговорить. Беседки всегда заняты, каждый вечер кто-то просто может к вам прийти, какой-нибудь музыкант, там, дредастый, с барабаном поиграть, или какой-нибудь мужичок на окулеле. Сначала это немножко нам казалось, что это нарушает наше личное пространство, а потом мы поняли, что это круто. Это такой бесплатный концерт к тебе приходит. И ребята очень, ребята очень талантливые туда приезжают, вот приезжают просто, я не понимаю, откуда они там появились. Они ходят босиком, играют на барабанах, там, и просто наслаждаются жизнью. Очень не нужно, к ним отсюда придется, хотя некоторые из них очень маргинально выглядят. Но, тем не менее, они очень талантливые. К сожалению, звука почему-то не слышно. В общем, это раннее утро, утром всегда бегают белочки, такой вот рельеф красивый. Утром бегают белочки, там, почти в каждом лагере есть гамак. В каждом лагере там есть такое, мне кажется, негласное соревнование, кто круче нарядит свой лагерь. Причем использует в основном какие-то подножные вещи, там, шишки, камни, вяжут из шишек гирлянды, все это после себя убирают. Много украшено светяшками, вот мы, допустим, часто беремся в походы гирлянды, они передают такой ламповости какой-то посиделкам. И просто разговариваем, общаемся с ребятами. Ребята, многие, либо заканчивают там свой маршрут, либо начинают, поэтому есть о чем поговорить. Не было никаких ни разу какие-то недоразумений, как в других местах многих таких общедоступных, практически не бывает пьяных людей, ну, очень за исключением, они довольно-таки смирные. Значит, что там еще есть из инфраструктуры? Оборудованные, в кавычках написал, насколько это возможно туалеты. Это очень важный момент, потому что два года назад там просто, ну, это выглядело отвратительно, как я говоря, это были небольшие там какие-то участки за камнем, в тени, где были разбросаны влажные салфетки, обильно, и, ну, это очень резало глаз, но ребята, местные ребята, которые там живут, там есть люди, которые там живут постоянно, то есть они ходят пешком работать в балаклаву, и вот они там живут, и они своими силами обустраивают инфраструктуру лагеря, делают туалеты, как он себя представляет. Это выкорчеванный камень, где стоит условно там поддон, да, с дыркой, он огорожен строительной сеткой, такой зеленой, опять же, кто не бросается в глаза, есть мусорный пакет, куда можно выкинуть грязь всю, и есть морская вода в пятишках, если что-то там не туда, куда-то что-то сделал, в общем, это такой, кажется, простой как бы, да, интерьер, но он очень полезный, потому что место стало намного чище, и это очень радует глаз, и приятно, что люди заботятся о окружающей природе. Так, ну, про беседки это есть, это есть, это есть. источник Аязьма, это такое место, самое популярное, потому что там есть вода, это единственное место, побережье на этом, это огромная территория, Инжир, вот, она, забыл упомянуть, что она делится на такие своеобразные ярусы, линии ее называют, то есть, если вы хотите побыть наедине, ни с кем не контактировать, там, с девушкой может провести время, или просто абстрагироваться от всего, то вы можете подняться повыше, минус какой, спускаться надо к морю, плюс какой, есть вода рядом и нет народу, если вы хотите какой-то тусовки, там, общения, то, пожалуйста, можете спуститься на первую линию возле моря, море рядом, там постоянно какая-то движуха, кто-то ходит, кто-то с кем-то разговаривает, делится впечатлениями, там очень разный товар, такой рыночный обмен, то есть, там деньги, ну, мало котируется, то есть, я тебе бутылку вина, ты мне ящик винограда, там, я тебе виноград, ты мне, там, пачку гречки, вот так вот, люди практикуют сильно, один из таких очень ценных ресурсов, это свежие овощи, капуста, очень любят там капусту, вот мы, помню, как-то, там чуть не подрались за нее, так, и, собственно, раз, собственно, источник, источник аязьма, самый доступный и близкий к инжиру, источник с пресной водой, налегке до источника около 300, ой, около 30-40 минут, вот, с каждым годом источник все сильнее облагораживают, опять же, эти местные ребята, они сделали водозабор, он немножко портит, наверное, эстетический вид этого источника, но если вы хотите, воочию видят, как бьет землю, откуда бьет вода, чуть-чуть буквально повышать источник, я сейчас вам покажу, есть, такой, очень, как бы, красивый, ну, как называется, в японском, типа, как садик такой, уложенный камушками, там, пульсирует вода, тут скала, там, лянка, такой микромир небольшой, вот, мы, когда начинаем маршрут от Балаклавы, идем в Ялту, это тоже очень, как бы, интересно, когда ребята хотят отдохнуть сначала на море, а потом идти по горам, есть такие желающие, мы ходим сюда в радиалке, разминаем ноги, настраиваем снаряжение, настраиваем палки, учимся ходить правильно, потому что, ну, кажется, банальные вещи, некоторые не умеют это делать, там, собственно, мы, и полезно, как бы, да, и приятно, то есть, и водички набрать, и прогуляться, сейчас там сделали, его облагородили, сделали уже кран с трубой, то есть, воды теряется все меньше, давайте включу, чтобы не быть голословным, вот, вот сам источник, такой вот, это еще в мае мы фотографировали, сейчас здесь намного все красивее сделали, то есть, и чтобы экономить воду пресную, которая так тяжело добывается, да, ну, если вы, конечно, не любите ходить постоянно, каждый день в горку, мы это делали вместо зарядки, допустим, с приятелем, можно делать так, мы набирали в морскую воду для технических нужд, мыли и посуду, часто даже мешали, если варили макароны, там, или гречку, мешали прям морскую воду, она такая солененькая, и нам сказали, что полезная с йодом водичка, и в ней варили крупы, макароны, мешали пополам с пресной водой, вот, ну, и также умыться можно такой, на самом источнике есть такое место негласное, где девушки моют голову на такой небольшой стороне, где можно принять, скажем так, можно назвать душем, обмыться, в принципе, пребывая на море, то есть, надо, пребывая в таком месте, надо понимать, что определенные лишения в плане гигиены имеются, но если к ним привыкнуть, как бы, да, ну, как привыкнуть, не привыкнуть ходить грязным, вы можете искупаться в море, войти вечером, ополоснуться, просто облиться пресной водой, как бы, и смыть с себя соль, вот, ну, это очень большая проблема тем, у кого есть волосы, мне как-то вот это не связло с этим, поэтому, поэтому так, развлечения, какие же развлечения, вот, у меня все смеются, друзья, когда вот это первое развлечение, походят в Балаклаву, ребят, это действительно развлечение, потому что дорога, я не знаю, вот, вот Лена была со мной в Крыму, мы часто ходили, мы часто ходили в Балаклаву, и мы постоянно ходили туда одним путем, обратно другим, идем второй день, опять, идем другим путем, мы не понимаем, как-то там тропинки так сильно петляют, разваиваются, вроде идешь, по, пример, по навигатору, но постоянно разные маршруты, практически постоянно, по пути в Балаклаву есть интересные места, есть остатки 11 батареи, есть, ну, это такие военные, поствоенные объекты, опять же, кто любит полазить по катакомбам, там прям есть где этим заняться, место жуткое, страшное, там очень много, тоже погибло народу, но, это часть, как бы, нашей истории, вот, поход в Балаклаву, шикарные виды, тут у вас скала, тут у вас море, вы проходите пляжи, бухточки, то есть, очень красиво, развлечения, саборды, там на Крыму, местные хипари сделали такой себе, лагерь, сабкэмп, то есть, можно взять саборды, у них в прокат, поплавать, изучить береговую линию, это очень красиво, очень красивый, как бы, очень красивый вид досуга, потому что, вы, наверное, видите, пытался, как бы, показать, как обереговая линия, да, то есть, и тут приблизительно мелко, то есть, даже если вы перевернетесь, довольно-таки безопасно, вы можете залезть обратно, главный шторм, не выходите никуда, и, опять же, приятное с полезным, это хорошая физическая нагрузка, потому что мы пропагандируем здоровый образ жизни, и, как бы, разбавить трекинг сабордом, вполне себе, если вы знаете этих ребят, или с вами гид, ну, например, я, у нас с ними свои договоренности на этот счет, конечно, все дело практически безвозмездно можно получить. Ныряние со скал, ну, это, как бы, для людей, которые любят экстрим, там есть две большие скалы, я нырял только с одной, не буду скрывать, со второй что-то мне как-то не захотелось, со мной еще группа была, которая шла вперед, думаю, не буду рисковать. Рыбалка, честно, я не рыбак, у меня на рыбу аллергия, но ребята там занимаются рыбалкой, насколько я вижу, эта рыбалка больше спортивная, чем там, как бы, тунца ты такого там не вытащишь, что очень, там какие-то маленькие рыбки, но они себя там кайфуют, с утра выйдут, пока жена спит и рыбачит. Кстати, тоже со скал, очень красиво. Плавание с маской, сбор мидий. Есть там пару мест, соответственно, такой скалой, которые ходят в море, и если вы уверенно плаваете, если у вас есть маска, можете пособирать мидий. Я это не пробовал, видел, как ребята многие этим занимаются. Мы у них меняли их потом на вино, эти мидии. Опять же, нужно всегда иметь какую-то валюту с собой. Так, нудийский пляж. Ну, это, опять же, на любителей. Кто хочет голеньким позагорать, пожалуйста, там вам покажут, куда идти, там примут как своего, и все хорошо. Творческие вечера и музыка. Ну, я вкратце рассказал, что там постоянно ребята приходят, какие-то музыканты играют. Пару раз видел, как там можно прийти было и порисовать. То есть, там есть место такое, где собираются все провожать закат, называется сковородка. Это большой такой плац, как мыс, выведенный в море. И там собираются много ребят посидеть вечером, попить чай, обсудить день и посмотреть закат, потому что он садится прямо практически перед тобой. Нереально красивый вид. Прогулки в окрестностях. Вы можете налегке, даже одним днем, сходить в храм солнца, если вы хорошо постараетесь, куда мы шли, 13 километров. Это имейте в виду, туда-сюда, налегке 26 километров. Нужно правильно оценивать свои силы. Если вы начинающий, как бы хайкер, турист, то лучше не надо. Если вы уже прожженный, то вполне себе. Мы ходили, как раз попали на день туризма. По-моему, это 27 сентября было, если не ошибаюсь. Мы такой маршрут сделали с ребятами. И, кстати, встретили там кого-то из руководства сплава. Гамакинг. Это просто лежать, ничего не делать. В гамаке это тоже не возбраняется. У кого-то кто-то работает головой, кто-то работает руками, кто-то хочет отдохнуть, восстановить силы перед нынешней сменой. Это отдельный вид удовольствия, наверное. Это называется ялик. Местные так назвали его. Если полностью, это называется ял-6, яхтенная лодка-6. Это вид транспорта, очень интересный. Я уже вам говорил, что можно пройти пешком по балаклаву. Мы как делаем? Мы шли с пустыми рюкзаками туда, набирали там еды свежей, забирали пауэрбанки, которые там можно оставить в некоторых кафешках. Если мы долго там стоим, мы стояли там один раз в месяц. И обратно уже к груженым, если вы не хотите идти, можно приплыть за 250 рублей на чудесном катере. Есть быстрые, есть помедленнее. В среднем от 10 до получаса примерно добираться на таком ялике. Он заезжает во все пляжи, останавливает вас куда только можно и приходит сюда. Это как морская прогулка. За 10,50 рублей, я считаю, обязательно стоит попробовать, потому что вы увидите побережье с воды. Это много стоит. Очень красивая там картинка такая. Так, и дальше у нас что? А, это видео такое. Ребята как раз покидают. Видите, чтобы не идти с груженными. Они ходят в разное время, то есть бывают прям потоком ходят, бывают ходят пореже, бывают почаще. Они тоже понимают трафик, сколько они туда привезли, скорее всего, столько уже туда не заберут. Потому что в основном все пользуются их средством, и они ходят пешком. Вот это камень жопа называется. Прошу прощения за инициативную лексику. Вы понимаете, почему так называется. Он треснут пополам. Это, собственно, такое посвящение туризму. Оттуда нужно прыгнуть. Нужно прыгнуть. Там есть местечко одно, сейчас мы ему покажем, где прыгать лучше не надо, откуда нужно прыгать, нужно знать. Если вы собираетесь это сделать, посмотрите сначала уверенных там ребят, которые туда быстро забегают, и скорее всего они знают, что делают и уже прыгали. Либо спросите у них, потому что были случаи, когда прыгали, там есть подводный камень, один некрасивый, там отбивали ноги. Немножко так травмоопасно. Но эмоций будет очень много. Очень много эмоций. У нас даже девчонки прыгали. Тут примерно 9 метров. Собственно, вот прогулка на саборде. Можно самостоятельно проплыть. Можно проплыть самостоятельно. Можно взять, как экскурсию купить. Это стоит в районе 1000 рублей. И вы можете, местный парень, такой загорелый, веселый, вас проводит на пляж. Называется он Затерянный мир. Невероятно красивое место. Мы его сейчас посмотрим. Я летал на дроне, случайно сфоткал даму одну. Частота воды, видите, какая фотка без какой-то там обработки, без этой коррекции. Очень чистое море, очень чистый пляж. Чистое и береговая линия, не чистое, само море чистое. Как бы можно выплатить, залезть, погреться на камушки, с них понырять. И бухты довольно-таки мелководные, то есть там примерно метра два, они очень быстро прогреваются, даже в мае. Поэтому если пишут вам, что море, ну, какие-нибудь там, например, сайты с погодой пишут, что море 20 градусов, можно еще градуса 2 прибавить, если вы будете здесь. А еще очень красивый момент есть, то, что я думал, нам повезло сначала в том году, оказывается, в конце мая, начале июня в Крыму есть такое странное, ну, как, не только в Крыму, вообще есть такое странное погодное явление, когда толщи воды первые прогреваются, и начинается шторм, такой какой-то ветер там особенный дует, и вот эти теплые толщи воды, чистые теплые толщи воды прививают к берегу. И у вас такой теплый, чистый шторм получается. Это очень круто. Мы как раз попали на такой, вот, собственно, сами прыжки, но с берега и с воды камень выглядит одинаково, похожий на одноименный орган, как бы. Вот такие прыжки. Можно еще прыгать отсюда, честно, я не знаю, как туда залезть. Я видел, как ребята лазили, но у меня как-то не находилось отчасти смелости, отчасти времени туда залезть. Вот эта вот штука, она называется на карте титановое яйцо. Вот эта штука. Вот это сама сковородка, понимаете, какие там красивые закаты. Я просто летал, видел, как девушка сидит, играет на, это называется, хэнк, да, хэнк-драм, по-моему, хэнк-драм. Слышали, наверное, звук такой очень красивый у нее. Бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук. Хэнк, вот. Она ходит, может подсидеть к вам, как вы кушаете, говорит, ребята, посижу, да, за какое-то там, ну, условное угощение, там, за кружку чая она может посетить с вами играть хоть весь вечер. И это очень в тему, как бы, созерцая закаты, уходящее солнце, очень все это красиво, гармонично выглядит. Это дальняя часть инжира называется хван. Вот сюда ходить можно, ставить палатки нельзя. То есть, если там это был заказник, то это заповедник. Ставить или наоборот, не могу точно, точно не могу вам сказать, как, ну, что как, что чем является с юридической точки зрения. Но вот в этой дальней части ставить палатки нельзя. Там регулярно приходят ребята в военной форме, скорее всего, лесники, но они очень так серьезно одеты и проверяют прям серьезно. Там стоит знак, прогуляться сюда точно нужно, погулять, вы уперетесь в стену. Тут, собственно, можно миди половить. Тут можно миди половить. Тут здесь маленькие пляжики. Мы постоянно вешаем качели здесь. И вот с таким прекрасным видом там перила стоят. То есть, с таким прекрасным видом можно проводить день и идти уже к себе в лагерь. Вот эта заменитая скала, которая, наверное, визитная карточка инжира, она уже была на предыдущих слайдах. Скала называют Носорок, но эта, собственно, называется мыс Айя. Айя это святой переводится. Вот, собственно, гамакинг. То есть, даже когда гамакинг, это мы назвали условно, даже когда шторм на море, вы можете посидеть. Тут, кстати, хорошо ловит интернет. Если у вас есть с собой какой-то девайс, планшет, если вы приехали до одним днем, можете взять с собой посмотреть фильм с девушкой в палатке, то хорошо ловит интернет. Если у вас есть модем, можно тоже, но я это делать не советую, все-таки попытайтесь такой детокс небольшой цифровой себе устроить, чтобы насладиться моментом этим прекрасным. Каяки в Крыму. Освоили мы, наверное, этот вид крымского отдыха быстрее даже, чем трекинг, потому что, ну, мне показалось, это очень красиво. Я видел картинки, где вот такая узенькая маленькая лодочка рассекает такую лазурь Черного моря. И решили сразу попробовать с друзьями. Прокат. Прокат находится в Балаклаве. Собственно, вы можете совместить кемпинг на Инджири с прогулкой в Балаклаву, ну, типа развлечения, с прогулкой в Балаклаву и там уже взять каяки. То есть вы пройдете всю Балаклаву, тоже очень интересное место, очень красивое, похоже на такое условно российское Монако. Стоят яхты там и попроще, и побогаче. Есть кафешки хорошие, есть магазины. Мне очень нравится, что магазины местные они очень адаптированы под туристов. То есть туристов именно про что я как бы рассказываю. У них есть прям набор товаров идеальных. Там хорошая тушенка есть, есть газ, есть хорошие макароны. Ну, такие продукты, которые мы с вами в основном как бы используем. Очень много овощей, фруктов по оптимально доступным ценам. И есть сетевые магазины, они называются Пут. Там цены подороже, ехать подальше. И есть вообще самый лайфхак, это касаемо продуктов. Вы можете поехать между там Севастополем и Балаклавой, как называется этот рынок. Ну, так называется рынок. Они все туда ходят, ребята там живут дружно и сами подскажут, как поехать на рынок. На рынке можно купить за копейки овощи, за копейки фрукты. Там огромный ассортимент. Можно день выбрать, чтобы там затариться, если вы долго собираетесь стоять на этом пляже дикарем. Давайте вернемся к каякингу. Безопасность. Значит, прокат мне очень понравился. Есть все необходимое для каякинга. Каяки в хорошем, ну, практически хорошее состояние. Если вы знаете, как выбирать, можете отличить там поломанный каяк от неполоманного, путем нахождения трещины какой-то, то вы можете выбрать себе сами хороший каяк, хорошее весло. Ребята вам подскажут, как бы, да, чтобы всякий мусор там не брать. Главное сделать вид, чтобы вы все знаете и все умеете. Тогда они будут к вам относиться как к равным. Там две организации, у них одинаковые цены абсолютно. Это Black Sea каяк и Yeti каяк. Разницы кардинально никакой нету, но такой лайфхак он небольшой. Black Sea каяк, можно попросить какую-то скидку. Если особенно вы вдвоем берете, втроем можно выключить у них скидку. Опять же, вызвать там как-то жалость. В общем, можно это сделать. Про безопасность. Мне очень понравилось то, что даже будучи, я говорю, что ребята, у меня есть опыт, они говорят, друг, прости, мы обязаны провести тебе инструктор по безопасности. То есть я стоял там как мальчик, вел там греб в воздухе веслом, но тем не менее, это их работа, потому что они там камеры. Безопасность на воде это очень важная часть любого водного приключения, поэтому обязательно это выслушайте все и послушайте, что он вам говорит. Также наоборот, излишне самоверные люди не могли просто даже на кайке развернуться и выйти там из бухты, поэтому он вам покажет, как управлять каяком, как в него загружать вещи, и как вообще с ним быть. Каяк можно взять как по часовой оплату, а можно взять на сутки. Это очень круто, потому что вы можете, мы как делали, мы приплывали на Инжир, брали там палатки свои, сворачивали, какую-то часть брали, там коврики, например, рутент, если дождь пойдет, и ездили ночевать на другие пляжи на них, где вы полностью одни, то есть это очень круто, романтично, засыпать там под звездами, это очень стоит сильно. И потом одним днем можно вернуться, опять их сдать в балаклаву, это выйдет вам примерно 1200 рублей, примерно. Я в этом году звонил, мне сказали, что цены максимум будут плавать 100-150 рублей, плюс или минус, пока неизвестно. Что посмотреть? Там у них есть карта достопримечательности, вы по-любому не пропустите, потому что вы будете идти вдоль береговой линии. Я категорически не советую выплывать далеко в море, если только одна причина, может там дельфина погладить, это очень большая удача, но было такое, что они подплывали прям рядышком к кайку, ну опять же, кто-то будет гладить, кто-то будет шарахаться и вести себя беспокойно на воде. Скорее всего, вы будете плавать вдоль побережья, побережье очень красиво, есть гроты, есть бухты, ребята на карте вам дадут либо карту такую с собой, условно, похоже на какую-то такую, как пиратскую карту, которую ребенок нарисовал, либо вы можете просто по телефону иногда смотреть, где эти места находятся. Я очень вам советую, опять же, плавать ближе к берегу, потому что больше кайфа от маневрирования кайком, вы будете его чувствовать, и берите желательно однушку каяк, даже если ваша девушка, там, если с девушкой паникует, или ваш друг, что я не хочу, ну если мы не берем несовершеннолетних, да, в счет, старайтесь, чтобы человек получит кайф больше от управления единоличным кайком этим, то есть он больше его прочувствует и больше удовольствия получит, эмоции. И это, он более маневрен, и отчасти это более безопасно, потому что у меня был случай, когда я с своей девушкой, она резко повернулась, начали болтыхаться, и мы вдвоем перевернулись. Ничего страшного там нет, вас научат вылазить правильно, переворачивать каяк даже на глубине, но вот эти штучки, из кремовских поворот вас в первый раз не получит, сразу говорю, не надо там это пробовать даже. Так, что посмотреть? Посмотрели маршруты с ночевкой, ну, в принципе, я вам сказал, это можно пойти из бухты направо, либо из бухты налево. Направо у вас, наверняка, вы видели фотографии в Крыму, где такой возле пляжа остров с крестом, это пляж Василий называется, там очень красивый храм, храм миллиарда ступеней, мне кажется, очень тяжело там подниматься, особенно если ты не знаешь, когда что тебе нужно, ты смотришь, тебе надо там пройти до парковки 200 метров, ты такой ок, а оказывается там набор почти тысячу высоту, и ты вот как бы идешь. И также можно взять каяки, проплыть на Инжир, заничевать на Инжире, либо заничевать на вот таком прекрасном месте, оно называется пляж Затерянный мир. Уникальное по себе место, здесь ночевать, ребят, честно говоря, получается не всегда, потому что тут какой-то мужик живет, который за этим всем следит, и он, бывает он там есть, бывает его там нету, никаких штрафов он тебе выписывать не будет, но он просто вас прогонит, и все, скорее всего, тут он был, он даже может не вышел, когда мы вышли сюда. Место красивое, здесь можно поплавать, здесь такой галич, практически песочек, то есть береговая линия отличается, красивый вид там на скалы сзади, и давайте дальше к каякингу, вот, можно заплыть в такие гроты, вот фотографии из грот, они есть довольно-таки глубокие, есть практически, ну, просто углубление в скале, есть глубокие, куда-то же, так немножко жутковато заплывать дальше, но и самая главная фишка каякинга, это увидеть вот эту всю красоту с воды, да, то есть, сюда вот эти кораблики уже не ходят, ялики, а вот с каяками вы можете увидеть тот маршрут, где вот тут шли мы, да, например, когда шли на Инжир, вы можете видеть это с воды, вот тоже очень красиво и фундаментально, там есть такие вот стены, на них, подплывая к ним поближе, вы можете увидеть такие следы круглые, мы сейчас не понимали, что это, потом я прочитал, это короче следы от пристрелки еще царского флота были, то есть, тогда там пристреливали орудия по ней, вот собственно мы отправлялись на каяках в долгий маршрут, это отдельная история, часть убирается в такие лючки, лючки практически герметичные, кстати, гермы вам тоже там дают, если вы захотите поплавать, дают такие гермомешки, показывают, как ими пользоваться, вы можете их либо снаружи приколхозить, либо засунуть внутрь этих лючков, и по мере необходимости доставать, лучше все убирать вовнутрь, потому что когда снаружи, вот у нас тут не влезло, у нас много еды с собой было, у нас такой был гастрономический поход, большая пара у нас очень сильно, на открытой воде это очень сильно влияет на твои ходовые качества, поэтому это может как бы неприятно сказаться, и поговорим про одежду, это собственно вот вид хиалтинского плата, куда мы этот раз с вами не пошли, первое, что нам нужно иметь, это легкое синтетическое термобелье, настоятельно рекомендую его брать, даже в Крым, потому что потеть вы будете много, интенсивное, как бы, довольно-таки перемещение, что по каньону, что по открытым участкам, тем более, во-первых, лучше влагоотведение, вы не будете потеть, мерзнуть, потому что даже в Крыму можно переостыть, вы зайдете в мокрой хэбэ футболке куда-нибудь, по дереву или в каньон, и моментально остынете, это не очень, не есть хорошо, и также, если вы идете только в термобелье, это защитит вас от солнца практически, целиком, еще мне очень нравится, открыл для себя в том году, видит такой голонубор, это Панама с широкими полями, то есть, если вы в термухе, в шортах и в Панаме, вы полностью почти защищены от солнца, с заключением рук, лисовая кофта, ну тут понятно все, это как утепляющий, словенность промежуточный, рубашка с длинным рукавом, ну рубаха вообще, я считаю, неотъемлемая, наверное, частью и мужского снаряжения, и женского, она, во-первых, защищает вас от солнца, сейчас есть рубашки, которые быстро сохнущие, то есть, это не только хэбэ рубашки, они там со смесовыми тканями, синтетикой, защищают от солнца, можно поднять воротник, закрыть шею, и оно придает, знаете, то есть, на фоне всего современного мембранного синтетического снаряжения, он такой ламповость придает небольшую, если вы когда-то сидите возле костра, во-первых, искренне так сильно могут прожечь ваше там термобелье, и оно придает такую определенную эстетику, у нас, как вы помните, туризм эстетический, вот, две-три футболки, я всегда оставляю, я буду говорить про себя, и вы можете проецировать на свои тоже эти условия, я всегда оставляю одну футболку на обратную дорогу, вдруг если не получится мне там постираться, помыться, я всегда оставляю одну чистую футболочку, она у меня лежит там чуть ли не в пакетике, на случай дороги обратной, либо выход какой-то там в людице надо выйти, то есть, чтобы я был, опрятно выглядел, а и две футболки, вы их можете менять постепенно, как вы видели, вода есть везде, можно постираться, можно постирать вещи легко, для этого вам понадобится гермомешок, как стирать в герме, есть много видео на ютубе, наверное, даже у сплава я видел, в общем, герма вообще очень такой, функциональный вид снаряжения, я сейчас вам про нее подробнее расскажу, ходовые штаны-шорты, это могут быть либо и штаны, и шорты, желательно из синтетики, чтобы быстро сохли, и чтобы хорошо они вентилировались, то есть, никаких джинс, никаких хбшных треников, это же это все вообще не та история, что нам нужна, вот, и очень круто, когда штаны модульные, когда у них можно стегнуть штани, то есть, вы экономите вес, такой даже небольшой снаряжение, у вас есть и штаны с собой, и шорты, то есть, не надо брать, еще как бы дублировать какую-то вещь, там, в виде шорта, нижнее белье, два-три комплекта, ну, тут каждый, как бы, да, для себя, наверное, выявит, кто-то вообще не носит, кто-то носит там летом, при летних походах, вот, по этому, по желанию, носки трекинговые, три штуки, что такое трекинговые носки, знаете, чем они отличаются от обычных, это более, такие плотные носки, которые усиливают влагоотведение, вот, они не дают ноге преть, если у вас еще, тем более, на специальные обувь, типа, кроссовок, мембранных кроссовок, или trail running каких-то кроссовок, или ботинок, они эффективно вместе отводят влагу, они в паре работают, если у вас будут трекинговые ботинки, и хлопковые носки, работать не будет, Будет у вас такая в конце дня очень уставшая, вонючая, извиняюсь, нога. Поэтому лучше, тем более, когда это ежедневно, вы это подвергаете свои ноги таким как бы трудностям, можно так это сказать, да, то лучше, конечно, использовать трекинговые носки. Тут у сплава огромный ассортимент, я вот у них всегда беру носки трекинговые. Так, что у нас дальше? Теплые носки для сна. Это по желанию, можете взять там у бабушки шерстяные, либо можете какие-то синтетические. Шерстяные лучше намного. Они, конечно, побольше в объеме, но они лучше. Вот, опять же, у сплавы есть классная из микрофлиса модель. Идеально. Вес, тепло. Для чего это нужно? Это, наверное, связано больше с физиологией, потому что у кого-то ноги мерзнут, у кого-то руки мерзнут, у кого-то лицо мерзнет. И вам нужно уже, пропуская через призму своих потребностей, немножко, немножко менять снаряжение. Но все-таки я вам всегда рекомендую собираться из списка, исходя более опытных, либо ваших там руководителей, либо ваших друзей, которые прям точно узнают, что они шарят, и можете им доверять. Поэтому я такие пункты обозначил по желанию. Сменное белье для сна. Это отдельная история. Я всегда беру с собой такую термуху. Всегда вообще практически. Тоже я его у спава покупал. Очень классно у них термобелье. Оно такое из микрофлиса. Это, во-первых, это как пижама. Вы не будете засаливать свой спальник, потому что как бы вы там хорошо не мылись, все равно спальник будет потихоньку изнашиваться, засаливаться. А если у вас дорогой спальник, спальники сейчас все дорогие, к сожалению. Ну, так уж сложилось сейчас экономически. Спальник все дорогий. И стирая спальник каждый раз, вы будете постепенно его, так можно сказать, убивать. Все его характеристики будут меньше, меньше, меньше с каждой стиркой. Поэтому лучше использовать либо термобелье, либо дополнительно есть такая штука, называется гигиенический вкладыш. Это бывает из флиса. Это как такое, как постельное белье для спальника, грубо говоря. Так, сменное белье. Это можно по желанию. Можно кто-то стирает, допустим, после перехода свое легкое синтетическое белье, оно высыхает моментально. Хорошее термобелье всегда моментально высыхает, и в нем ложится прямо спать, чтобы спальник не засалить. Кто-то берет с собой, даже ребята берут в Крым с собой маленькие флисовые пледики. Тоже кажется так немножко абсурдно, но это хорошая штука. Вы можете лежать в гамаке, накрывшись. Там не так холодно, но и не так тепло, чтобы спать вечером без чего-то. Хочется такого-то уюта, тепла. Многие таким пледиком пользуются и засовывают его в спальник потом. Обувь. Вот такой у меня очень парадоксальный случай постоянно. Я когда скидываю этот список, мне ребята говорят, мы хотим пойти в поход. Я говорю, отлично. Что нужно купить? Ботинки, кроссовки трекинговые. Я говорю, ребят, если вы покупаете обувь не на раз, а потом у вас перспективе есть какие-то еще посещения походов, что практически всегда так и является, конечно, лучше купить ботинки, трекинговые ботинки. Всегда они лучше, особенно если наш юзер, турист, он не профессиональный турист, он не профессиональный спортсмен, не бегун, не штангист, ну и вообще как бы не спортсмен далеко. У него, скорее всего, слабый голеностоп, и этот голеностоп может подвести его даже на хорошей оборудованной тропе. Если он будет там, зазевается с телефоном, оступится чуть, подвихнет ногу, все, путешествие кончается. Ноги отлетают всегда первыми в походе. Ноги, начиная от пяток, кончая откуда прыгали, помните, да? То есть все это первым отлетает. Поэтому, если вы первый раз идете, обязательно возьмите себе ботинки. Если вы уверены в себе, что у вас крикли голеностоп, у вас есть такой уже походный бэкграунд, за спиной опыт большой, или спортивное какое-то прошлое, настоящее, то, конечно, можно пройти в кроссовках. Желательно иметь кроссовки специализированные, то есть это низкие ботинки. Я в последнее время перешел на трейл раннинговую обувь. Это легкие кроссовочки, они хорошо дышат, нога в них не отекает, у них хороший протектор, есть боковая защита, такие наплывы из резины. Но, повторюсь, они требуют очень бережного обращения с собой. Все равно там много сетки, поэтому лучше не надо. И насчет мембранной обуви тоже. Если вы берете первую пару туристических ботинок, если вы идете в первый поход, возьмите себе обувь, в такие регионы жаркие, типа Крыма, обувь без мембраны. Это намного лучше, потливость ног будет меньше. Мембрана работает тогда, когда у вас в ногах тепло, а снаружи холодно. Когда у вас там жарче, чем в ногах, она наоборот будет работать абсолютно. Вам будет только жарко, и большое количество влаги будет выделяться в ногах. Так, и сандалии, кроксы. Любая вторичная обувь, опять же, те, кто любят ходить налегке в режиме Fast and Light, обычно отказываются. На Инжире многие ходят босиком, там нет стекол, такого ничего нет. Но сандалии, кроксы, все-таки это удобный вид обуви. Я люблю сандалии, не успел купить кроксы до подорожания. Кроксы тоже классная тема. Плюсы, их минусы какие? В сандалиях вы можете даже ходить часть маршрута. Если вы, ну, там есть такие переходики небольшие, как мы, допустим, по дороге шли, видели. Можно, чтобы ногам дать отдохнуть, одеть сандалии, ботинки пока повесить на рюкзак, они просохнут за это, или кроссовки. Вот. Но сандалии, многие сандалии все равно имеют свойство намокать, особенно если вы наступили в морскую воду, она начинает потихоньку тухнуть, если вы хорошо не просушили. Запах отвратительный, поэтому кроксы в этом плане выигрывают. То есть, если вы брали сандалии, лучше в них море не заходить. Либо просушивать их после моря и промывать пресной водой обязательно. Шлепки вообще не рекомендую. Это крайний выход, как у нас их называли, там, миллионники в армии, знаете, такие шлепки, обычные резиновые, которые стоят 100 рублей. Можно такие, но они, вы поняли, короче, не очень красивые. Ни в коем случае не берите с собой в Крым вьетнамки. Ни в коем случае вообще. Это, во-первых, травмоопасно, во-вторых, они с большей вероятностью у вас порвутся там ближайшие два часа, и вы окажетесь вообще без второй обуви. Не надо. И очень можно, понимаете, может повредить себе вот это, как называется, между палечное пространство. Кепка, панама, головной убор на выбор. Можно там просто, дублировать. Я всегда беру с собой шапку, всегда сплю в шапке. Мне как-то научили, они альпинисты на Альбрусе, говорят, всегда спи в шапке, даже летом. Это правда круто, потому что через голову уходит большое количество тепла. Многие спорят, сколько. Поэтому в шапке спать даже теплыми крымскими начальными бережьями, это классно. Можно спать в шапке и в шортах. Вообще, как бы туристы выглядят очень странно. Бывает, можно встретить чувака в шортах и в пуховке, в сандалях и, не знаю, в кепке, очень резонансно. Поэтому этому не удивляйтесь. И вот я повторюсь про Панаму. Очень удачная модель. Не помню, что это за бренд. В общем, у нее широкие поля. Защищает вас полностью по периметру. И глаза не слепит, и по периметру головы, и шею защищает от солнца. Ветровка, куртка. Смотрите, надо понимать, в какое время вы идете. Этот список снаряжений может немножко дополняться некоторыми вещами. То есть, если вы идете поздней весной, летом, но я рекомендую ходить до июля, там потом просто полный Ташкент начинается, очень жарко, то можно обойтись обычной ветровкой, не мембранной. Можно таким легким дождевичком, шелестяшкой. Если вы идете осенью, то, конечно, есть смысл взять с собой мембранную куртку. Потому что вы можете попасть под дождь. И если, допустим, все предыдущие года я ходил и был убежден, что дождь в Крыму это скорее редкость, чем закономерность. В последнее время все было вообще наоборот. Вы, наверное, видели потоп того года, когда машины в Ялте смывало. То есть мы попали в этот дождь. Я до этого пять лет в Крыму вообще дождя, даже капельки не видел вживую. А тут вот так получилось, что еле оттуда удрали. Ну и купальник, понятно, зачем. Купальный набор, шорты. Опять же, если вы там любите нудить, можно это всего не брать, облегчить снаряжение и жизнь себе. И, собственно, последнее у нас тут, один из последних, снаряжение. Что вам нужно понадобиться в Крыму? Рюкзак 40-50 литров, маленький объем. Я часто вижу, допустим, ребят, не ребят, а внузовских ребят, которые идут там, у них 130 литров рюкзак. Я искренне понимаю, что у них там лежит. Но я правда не понимаю. То есть я понимаю, что, окей, спальник, ну вот такое там, ну вот так, куртка, вещи, еды там сколько взял. Ну куда еще все остальное? Тем более, я вам говорил, что можно регулярно пополнять провизию. То есть не надо вам тащить вот с первого дня и до десятого все собой, как это на Кавказе часто бывает. Вы полностью автономно, вы полностью автономно проходите маршрут. Тут вы можете иногда затариваться, причем свежаком, это поесть и даже не нести с собой. То есть взять на раз, покушать и уйти. Собственно, ну я в последнее время хожу, у меня даже, допустим, 30-литровый рюкзак. У нас все нормально по времени еще? Да? Накидка на рюкзак. Случайно тут она появилась. Я не знаю откуда. Вообще вещи, я считаю, ненужные абсолютно. То есть, к сожалению, я ее не удалил, это мой косяк. В общем, вещи-то ненужные абсолютно, потому что если идет сильный дождь, лучше иметь дождевик, который накрывает и вас, и рюкзак. А если идет слабый дождь, вашему рюкзаку ничего не будет. Они все обработаны пропитками, и если пойдет сильный дождь, и вы в такой накидке все равно вода начинает через лямки просачиваться, все равно ваше снаряжение намокает. Поэтому нам нужно обязательно брать герма... Где они? Нет их тут? А вот, наверное, и тут были. Нужно брать гермомешки. Давайте вместо заменим гермомешки. Это такая вещь с системой Rolltop, которая закручивается. Туда нужно убрать в один мешок спальник и, допустим, я называю пижаму, там носки ваши теплые, шапку. В другой мешок нужно убрать теплые вещи, которые могут намокнуть. Там пуховка, какие-то сменные вещи. Все, что остальное намокнет, ничего страшного. Там горелка, посуда, ну это понятно. Дело жестянки, их можно высушить. Там палатки тоже ничего страшного. В общем, гермомешки обязательно помогают организовать пространство внутри рюкзака. Вы знаете, что у вас там в черном гермомешке, условно говоря, спальник. В этом у вас вещи чистые, еще что-то. И также герма вообще куча применений есть. Это, во-первых, может быть подушка, ну это может быть гермомешок, который может либо сухую одежду от влаги вокруг изолировать, либо наоборот. Вы убрали там пассивные вещи, не успели не высохнуть в стоянке, закинули в герму, рюкзак прошли, там часть маршрута, вышли, достали, посушили. В герме очень удобно стирать. То есть количество пресной воды, я сказал, это мало очень. Вы можете герму использовать как стиральную машину. Тут накидывать вещи, чуть-чуть мыло настрогать, либо мочевое средство насыпать, загрузить герму, так ее поделать, 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 и у вас такая примитивная механическая стирка получается. Очень удобно. Герму можно использовать как подушку, герму можно использовать как буй, когда вы ныряете, можно взять ее с собой, допустим, делать такое, как воздушный якорь, если вы на море ныряете. В общем, применений куча, все ограничится вашей фантазией. Коврик, пенка, а, спальный мешок. Спальный мешок на плюс 7 комфорт. Рекомендую такой брать, возможно, на побережье он будет жарким, потому что там более тепло, чем в каньонах, но в каньонах бывает довольно-таки прохладно, если с вами окажется девушка, которая будет замерзать, ну, все, походу всех кончится сразу. Лучше немножко предусмотреть это, взять чуть-чуть потеплее. Хотя, это, скажем так, с большим запасом я просто посоветовал на плюс 7 комфорт. Коврик, пенка. Тут, исходя из ваших потребностей, это может быть либо обычная пенка, для новичков я ее как бы рекомендую. Есть очень удобный вариант такой складной гармошки. Либо это какой-то коврик надувной, самонадувной. Он меньше места занимает, легче, комфортнее, но нужно понимать, что он может проколоться, и вы должны уметь это ремонтировать. У ребят, я знаю, по-моему, они даже с ремкомплектами продаются, и там даже есть инструкция, как починить это все. У них очень, кстати, недорогие, хорошие ковры. Миска, кружка, ложка. Ну, это такой стандартный набор. А, немножко оговорочку. Снаряжение. Я сейчас описываю то, которое... Это список для наших участников. То есть сюда можно еще добавить палатку и часть группового снаряжения. Мы это обсудим. Налобный фонарь, комплект батареек, понятное дело, чтобы ходить ночью. Трехи, гиговые палки. Многие вообще не хотят их брать, не хотят покупать, кажутся они бесполезными. Я постоянно с ними спорю. И как факт, после каждого похода все говорят, да, палки это вещь, чувак. Палки это круто. Палки, помимо их прямого назначения, закрывают огромный диапазон задач. Там от перехода бродов, тыканье какой-нибудь, похожей на змею, субстанции или еще что-то. Это в быту. Мы часто на них тент растягиваем, используем для растяжки тента. Можно внутри усилить каркас ветреной стороны палатки, чтобы он не прилегал к внешнему, ой, ну, внешне к внутреннему тенту, как бы не мочил. В общем, все, опять же, только в вашей фантазии. Бутылка для воды. Такого плана. Не самая удобная. Мне так, по чидарам досталось. Вот, опять же, у ребят очень большой выбор классных бутылок. Есть мягкие еще канистры. Если вы едете группой, стоит взять мягкую канистру, она сворачивается, потому что это вам не Кавказ, там за водой надо ходить раз в день, и нужно как можно больше с собой принести. Индивидуальная аптечка-косметичка. Если у вас есть какие-то лекарства, обязательно возьмите с собой, потому что там, если есть какие-то хронические болезни, то есть обязательно берите и подумайте о себе сами. Скорее всего, у вас другие не подумают. А с лекарствами там в лесу, как бы, ну, в горах, может быть проблематично. Полотенце. Спортивное полотенце с микрофиброй. Знаете, знаешь, что это такое? Такое тоненькое полотенце. Вытерся, выжил, вытерся, выжил. Мало места занимает, очень компактно. Прям такой мастхэп туристический. Пауэрбанк. Пауэрбанк берите, если у вас есть возможность, солнечную батарею. Можно взять одну на группу. Мы как бы предоставляем своим ребятам, кто с нами ходит. Можно взять одну на группу, можно взять самостоятельно, потому что там вот местные жуки, которые живут, да, ребята, они понимают, как бы пользуются своим положением. У них там есть солнечная батарея, и они там за какую-то уже за деньги, за деньги заряжают вам девайсы. Лучше как бы в этом позаботиться. Либо можно оставлять девайсы в Балаклаве, если вы на Инжире живете. Можно в Балаклаве оставать эти девайсы. Там заодно съесть какой-нибудь вкусный чебурек крымский и подзарядить телефон. Ну и последний пункт. Документы наличные в герметичной упаковке. Это понятно для чего в герметичной. То есть все, что может намокнуть в походе, оно нужно изолировать от лаги, потому что потому. Я не могу обещать, вы, наверное, все поняли. Наличные. Наличные обязательно с собой в Крыму носите. Там не везде можно оплатить карты, не везде можно делать перевод. Кто-то принципиально против, там сторонники заговоров и так далее. Кто-то просто не имеет такой возможности. Поэтому налик обязательно тысячи три-четыре возьмите с собой. Скорее всего не понадобится, но если понадобится, то будет кстати. В принципе, все. Тогда дальше фотографии будут. Крымских пейзажей всяких. Скажите, может быть, какие-то вопросы? Сразу все отвечу. Про пропуска и навигацию. Все правильно. Прошу прощения, забыл. Про пропуска и навигацию. Конкретно вот это Ялтинский заповедник. Это самая охраняемая территория Крыма. Есть такой сайт. Заповедный Крым так и называется. Можно просто по-русски вбить в поисковике. Он выдаст на его первом. Можно прямо так написать. Заповедный через тире Крым. В общем, его легко найти. Там есть вся информация для подготовки даже смазательного маршрута. Вы можете опираться в нее. Есть карты, есть маршруты. Есть такие самые интересные чекпоинты, которые вы можете посетить. И там вы делаете заявку, оставляете на группу. Это стоит тысячу рублей. Не важно, какая группа у вас. Не важно, сколько дней там будет. А, нет, дней важно. Сколько дней. Один день пребывания группы на этом Ялтинском заповеднике – тысяча рублей. Ну вот, если пробегая маршрут заново, вы будете там находиться примерно два дня. Примерно два дня. Не встретить лесника не получится, скорее всего. Он, скорее всего, по-любому придет. И будьте аккуратны. И там, ну, бывают такие. Я не попадал, но случай слышал, то, что ребята прикидывают с лесниками, берут деньги за вас, какие-то штрафы. То есть такое легкое мошенничество, журничество может быть. Вот. И официальный штраф за пребывание вне, ну, без пропуска, по-моему, от трех тысяч рублей с человека идет уже. Поэтому лучше запластить тысячу на группу, чем три тысячи на человека. Вот. Естественно, на территории, особо охраняемых территорий, там на карте будет областями, на сайте написано, никаких костров жечь нельзя. Никаких нельзя жечь костров. Либо, если вы видите там местного егеря, можно его деликатно спросить. Местного лесничего. Друг, там, как вот, скажи, мы хотели бы костерчик такой скромненький пожарить, мы там все развести. Он, скорее всего, скажет. Нам так и делают обычно. Но лучше спросить, чтобы тебе разрешили, чем, как бы, все равно мы в гостях находимся. Или какие-то ребята суровые. Вот. Это, собственно, единственный, наверное, такие заповедные, ну, единственный документ, который вам понадобится, это вот этот. То есть это заповедный Крым сайт называется, и там вы можете все это уточнить. Единственное, ребят, я не посмотрел, к сожалению, перед лекцией, как и сейчас, но, по-моему, они особо не поменялись. Как и сейчас условия. Ну, может быть, там, в районе 20 рублей какая-то забудет подвижки. Так, и навигация. Слайд включим, красивый, следующий. Ой, тоже красивый. Навигация. Это, собственно, пляж Блуждающий. Наш любимый лагерь. Я вам показывал, там парень плавал сверху, тут я девочку сфотографировал сверху. Есть такая лестница красивая. Может, тоже такие есть вылеты над скалами. Можно посидеть там с чашечкой кофе с утра. Да, это инжир, это все инжир. Да, урочи инжир. Вот. Насчет навигации. Значит, есть такой проект, вы наверняка слышали его, читая про Крым, называется Большая Севастопольская тропа. Вот. Очень интересный проект. Ребята сделали огромную работу. Большие молодцы. Во-первых, они промаркировали все части тропы. Промаркировали не просто краской, да, как мы, может, вы видели там неких. Они сделали столбы навигационные с QR-кодами. Можно посмотреть, где что, куда идти, сколько километров, какой набор высоты, какой перепад высоты, прошу прощения. И это очень круто. Очень круто заблудиться практически нереально. Практически. Тем более, если у вас есть телефон с картой, с навигатором. То есть это придает такого, как бы, безопасности, что ли, такой, не могу сказать, иллюзии. Но нет, правда, так намного безопаснее ходить. Есть также, предупреждают, какие змеи там водятся, есть стенды, то есть какие цветки. Там есть очень много растений ядовитых в Крыму. Вот с ними надо быть аккуратнее. Тоже прочтите обязательно. Я все наизусть их не помню. Но они там имеются. Недовитых, опасных. Опасных растений, которые ожоги оставляют, там своим соком и так далее. Вот. И в качестве навигатора я всегда использую Maps.me. То есть, зная нитку маршрута, которые, вот сейчас, надеюсь, вы записывали, или смотрели, или увидите в лекции, вы можете посмотреть нитку маршрута, выставить по ним себе точки, и вам навигатор выстроит сам маршрут самый оптимальный. Так, про навигацию, наверное, все. Ну, и вот такие панорамы Крыма. Это тоже пляж Инжир. Это тоже пляж Инжир. С воды, там, с другого места. Его очень любят. Это, знаете, такая вишенка на торте, особенно если вы идете с Ялты. Это огромный подарок в конце. Море, пляж, вот эта атмосфера, свободы такой, любви, музыки. Короче, прикольно. Это ночевка в каньоне Узунджа. Тент мы всегда берем с собой, даже когда нет дождя. Даже когда погода планирует быть сухая. Всегда мы, когда приходим на стоянку, первым делом вешаем тент. Потом уже обозначаем место для костра. И кто-то уже начинает там собирать дрова, готовить, кто-то ставит палатки. В общем, это очень важный момент. Так, если вы идете командой какой-то, даже три человека, надо заранее проговорить роли всем. Ты там пожарник, я там строитель нашего городка палаточного, ты там повар. Все. И вы так больше будете кайфовать как бы от всего происходящего. Больше будете видеть, меньше там тупить, вот это тыкаться, мыкаться. Заранее обсудите, кто чем занимается, и будет круто. Вот очень красивые там водятся такие насекомые, крымская жужелица называется. Необычно красивый цвет. Они бывают фиолетовые, розовые, такие вот переливистые. Очень красиво. Но девочка не знала, она с быстро хрыз взяла. Никаких последствий не было, но она оставляет такие неприятные следы потом на коже. В общем, лучше в руки не берите, либо берите пальчиками и аккуратно положите. Краснокнижное животное, насекомое. Вот у нас одна из участников продолжает движение в сторону Ялты в полном приводе, как мы всегда говорили. Заниматься скрэмблингом очень тяжело, потом привыкнуть и встать на ноги, выпрямиться. Но, повторюсь, буквально там через час вы уже привыкнете к этим условным рискам и будете довольно-таки уверенно чувствовать на склонах на таких. Вот такие красивые лесные поляны есть там. Лес смешанный, буки, осины, лиственницы. Вот тут недалеко Исуповское озеро, которое я вам показывал на одном из первых слайдов. На многих стоянках есть такие, их надо собирать под себя, сделать лавочки, какие-то лежаки. Даже мы на одной стоянке нашли барную стойку, но, к сожалению, нет фотографии. И это вот, собственно, мы приехали первый день на Инжир. Вот этот теплый шторм, который я вам рассказывал. Видите, здесь бывают ребята, делают прям такой капитальный лагерь большой, там бывают свадьбы, отмечают. Ну, такие свадьбы, не без голубей, и стрельбы из пистолета, а просто такие скромные ребята вдвоем расписываются, ходят, фоткают фотограф. Но все равно это очень место красивое, я понимаю, почему они его выбрали. И это вот, я тоже вам рассказывал, сковородка, встреча, как бы встречают тут часто закаты, точнее, провожают день уходящий, провожают закат, провожают солнце, сидят, общаются, место такое романтичное, там всегда кто-то приходит с легкой музычкой, такой ненавязчивый, в общем, люди очень понимающие, открытые, и место реально этим подкупает. Я вот со всеми людьми, с кем-то познакомился, как-то у меня так жизнь переплетается потихоньку с ними, даже в самых непредвиденных ситуациях. Какая-то мистика в этом месте определенно. Опять же, пляж Инжир, мы там делаем качели, берем сюда с собой веревку, можно какую-нибудь корягу найти на побережье, сделать такие очень красивые качели, девчонки любят покачаться на них. А это, помните, место с тарзанкой, тоже колоритное место, даже в туман такой небольшой. Вот тут можно лица всякие рассидеть, разглядывать, так это уже местная забава там есть.